Спасибо большое организаторам, что они меня пригласили, дали возможность выступить. Большая радость поделиться своим опытом с коллегами, которые занимаются международной деятельностью и привлечением иностранных студентов. Как меня уже представили, я работаю в Томском политехническом университете. Этим годом наш университет будет отмечать 120 лет. Мы входим в пятерку вузов проекта 5.100. И количество иностранных студентов по итогам 2015 года у нас уже достигло отметки 25%. Вы можете видеть статистику, сколько у нас иностранных студентов и сколько студентов вообще. География у нас, конечно, не такая широкая, как, например, в РУДН. У нас учатся студенты из 50 стран мира, но и учитывая наше географическое положение и специфику города Томска, мы считаем, что это достаточно хорошее достижение. Я бы хотела начать свою презентацию с того, что мы живем в эпоху перемен. Как коллеги много говорили, сегодня звучало очень много критики. Я бы хотела вначале выделить некоторые позитивные изменения, которые нам помогают реализовывать экспорт наших образовательных услуг на РУДН. И, соответственно, это помогает нам в реализации квотного отбора. Все эти позитивные изменения появились у нас буквально в последние полтора-два года. И самое важное я здесь выделила. Прежде всего, это возможность проведения экзаменов в дистанционной форме. Иностранных студентов мы, наконец-то, легитимно можем обучать на английском языке. Студентов мы можем обучать по совместным образовательным программам. Появились соответствующие изменения в донативной базе. Иностранные студенты могут учиться не только в университетах, но и в филиалах. Также очень большие достижения. То, что некоторые вузы получили право проводить предварительную оценку документов в образовании. Иностранные студенты получили право, возможности работать на территории субъекта России, где они обучаются. Ну, как видите, очень много положительных изменений. Такая большая бочка меда. Но в ней огромное количество ложек дегтя. И мы об этом с вами поговорим чуть попозже. Я, наверное, не открою вам Америку, когда скажу, что вузы в наборе руководствуются различными технологиями, и набирают студентов по коммерческой линии, по бюджетной линии. Так получилось, что организаторы попросили меня сфокусироваться на второй части этого слайда. Говорить мы будем только о квотном отборе. Но если будут вопросы, я с удовольствием отвечу о тех мероприятиях, которые проводит университет для набора коммерческих студентов. Что касается бюджетной линии, я бы хотела несколько дополнить выступление Фарита Абдуловича. Как я лично понимаю, квотный отбор. В этом году все квоты были объединены в квоту по стране. В том числе преимущественное право вузов, а также те квоты, которые реализуются федеральными органами исполнительной власти. Сокращенно ФАИФ. Я буду о них говорить. Последняя линия отбора, она самая интересная. С этой линии хорошо знакомы вузы, которые входят в такие узкие, как бы сказать, консорции, самообъединения вузов, которые работают на определенные государственные структуры. Это Росатом, это Минздрав, это Росфеномониторинг и некоторые другие структуры. Данные ФАИФы получают свою часть квот от Россотрудничества и распределяют их между подшефными вузами. Это определенная линия набора, она весьма специфическая. Томский политехнический университет участвует в консорциуме опорных вузов Росатома. Особенность является то, что в рамках этих квот мы можем набирать только на специфические виды программ, которые выгодны конкретным ПАИФам. В плане документации я постаралась на данном слайде систематизировать ту основную нормативку, которую мы должны руководствоваться в этом году. Конечно, документов гораздо больше. Прежде всего, это пресловутое постановление 891, очень рамочное, но в котором, наверное, единственный документ, где есть упоминание все-таки о квотном отборе. Второй – это закон 844 о том, как мы должны выбирать, какой порядок отбора. Мы все с вами видим, что этот документ не выполняется в полной мере. И не так давно, буквально в феврале, появилась процедура квотного отбора. Мы все ее видели на сайте Россотрудничества. К ней, конечно, тоже у нас очень много вопросов. А также в законе об образовании появились некоторые статьи и пункты, которые касаются отбора по квоте. Основные принципы квотного отбора, как уже много говорилось, в этом году сильно изменились. Россотрудничество установило свои собственные правила игры. Здесь очень кратко то, о чем уже говорил Фарид Абдулович. Я не буду сильно задерживаться. Мы все уже поняли этот механизм отбора стадии, необходимость заполнения новой базы Раша-стадии. И, соответственно, появилась необходимость создания новых структур и новых документов. В первую очередь, я имею в виду создание рабочих групп по странам, создание целого комплекса документов этими рабочими группами, на которых, как уже сказал Фарид Абдулович, действительно возлагались очень большие надежды. Я участвовала в рабочей группе по квотному отбору по стране Индии, участвовала там в качестве эксперта, то есть видела эту работу изнутри. Поэтому есть какие-то конкретные вопросы, я с удовольствием отвечу. Вот небольшой практически кейс по критериям отбора, как мы сделали по стране Индия, вы видите, что здесь учитываются не только результаты Олимпиады и академическая успеваемость, но и ряд других достижений. Все это проранжировано по баллам, и в зависимости от этого создавался список тех кандидатов, которые подавали на квоты по стране Индия. Каковы же основные механизмы отбора и набора в рамках квоты? Механизмов достаточно много. Мы говорим в основном про Олимпиадный механизм. Прежде всего, это механизм «Время учиться в России», кроме того, Олимпиады вузов, которые нас настойчиво рекомендовали проводить еще с 11 февраля 2016 года. А также не стоит забывать о других механизмах, которые тоже имеют право на существование. Есть реальные примеры университетов, которые проводят и творческие конкурсы, и собеседования, проводят скайп-интервью, то есть возможностей много. Почему Олимпиада? Потому что Олимпиада – это наиболее прозрачный способ оценки достижений кандидатов, то есть где мы можем оценить результаты наиболее объективно. Мы понимаем, что собеседование, творческий конкурс, конечно, имеет большую субъективную составляющую, потому что опирается на экспертное мнение. Когда мы разрабатываем Олимпиадные задания, мы понимаем, что если человек набрал 13 баллов из 100, то это 13 баллов из 100, и больше, и не меньше. Какие наши партнеры по отбору? Кроме Министерства нашей страны, Министерства зарубежных стран, а также представительства Росотрудничества, есть смысл работать с огромным спектром организаций. Это и посольство, и консульство России за рубежом, также посольство консульства зарубежных стран. В нашей стране у меня есть очень позитивный опыт работы с некоторыми из них. Это федеральные органы исполнительной власти как России, так и зарубежных стран. Это всевозможные общественные организации, ассоциации выпускников. Во Вьетнаме активно работают партийные структуры, в том числе и комсомол. И, наконец, образовательные учреждения зарубежных стран. Так, что-то я не доложала. Теперь небольшой кейс Томского политехнического университета. Я уже говорила про олимпиадный механизм. Мы уже несколько лет подряд для реализации квоты преимущественного права проводим свою собственную олимпиаду, которая называется «Твой первый успех». Очно проводили ее в пяти странах и заочно в восьми странах, в тех направлениях, куда сложно доехать. Для этого мы создали электронную платформу, систему регистрации. Мы разработали комплекс заданий, причем задания разрабатывали на языках стран, куда мы едем. Мы разработали соответствующую систему поддержки участников. Это и демо-версии тестов, и краткая информация о том, что такое олимпиада, что им нужно знать, чтобы поучаствовать. И на фотографиях вы видите примеры участников олимпиады «Твой первый успех» за рубежом. Ну вот небольшой пример, как у нас выглядит электронная платформа для Монголии. Монголии такие же платформы созданы для всех других стран на разных языках на уровень образования, как бакалавря, так и магистратура. Я бы хотела немножко поподробнее остановиться на очень интересном механизме квотного отбора, очень перспективно использовать университеты-партнеры, причем как и для квотного отбора по стране, так и для преимущественного права. В чем преимущество? Когда вы работаете с ВУЗом, у вас есть определенная гарантия, что отобранные кандидаты до вас доедут, то есть здесь не вмешивается субъективный фактор. С ВУЗами вы можете предварительно планировать на следующий год. ВУЗ помогает оформлять документы, оказывать некоторую организационную поддержку при работе с российскими госструктурами, и у вас будет стабильная динамика набора ежегодно. Опять небольшой практический кейс, что ТПУ делает в Индии. За последние два года мы заключили порядка десяти соглашений с индийскими университетами и колледжами. Из них четыре соглашения с ведущими индийскими университетами. В этом году нас впервые пустили в Индийский технологический институт Мадрас для проведения олимпиады «Время учиться в России» и «Время учиться в России». И я хочу сказать, что действительно вот этот механизм очень перспективный, стоит его иметь в виду. Что касается отбора по странам, наверняка многие из вас сталкивались, что есть страны, где вы можете действовать более или менее свободно, и вам никто не препятствует. Но есть страны, где жесткие фильтры. Вот эти страны я перечислила слева. Это прежде всего Вьетнам, это Китай, Египет, Иран, Иордания, Алжир, Замбия, Нигерия и Боливия. В этих странах доступ вузов к квотному отбору очень жестко ограничен. Там сложилась своя система квотного отбора. Вы видите, что все эти страны, как правило, или под коммунистическим режимом, или под иным очень строгим режимом. Там действуют свои трехсторонние комиссии, там сложилась своя система отбора. Поэтому, когда ты пытаешься вклиниваться, тебя отправляют или в национальное министерство, или в какие-нибудь другие структуры, чтобы согласовать вообще твое право там быть. Но, несмотря на это, существует огромное количество стран. Вот они справа, это совсем не весь перечень, куда вы можете заходить, проводить Олимпиады. Конечно, при согласовании с Россотрудничеством, с местными органами самоуправления. Отдельно хочу сказать, что для студентов-гостников стоит иметь в виду, что ряд стран дают свои собственные стипендии и оплачивают авиаперелет. Тем детям, которые получают квоты Миноборнауки. Это, как вы знаете, Вьетнам, Ганна, Венесуэла. В Египте такую поддержку получают только аспиранты, всем остальным очень обидно. И это очень хорошая информация, когда вы работаете со студентами и говорите, что если ты получишь квоту, то ты кроме бесплатного обучения в России будешь иметь стипендию от своего правительства и компенсацию авиаперелета до России. Что, безусловно, очень важно. Но, к сожалению, не все страны предоставляют такую поддержку. В противном случае, конечно, проведение квотного отбора за рубежом существенно бы облегчилось. Скажу пару слов по Индии. Этой страной наша занимается очень серьезно, очень предметно. Мы проводили ряд маркетинговых исследований. Мы участвовали в специальном проекте Миноборнауки по исследованию этой страны. И, как я считаю, мы очень сфокусированы, очень целенаправленно работаем с этой страной. Почему? Индия очень интересная страна в плане демографического роста, в плане роста доходов среднего класса. Следует учесть серьезные инженерные традиции советских времен. Большое партнерство российскими промышленными предприятиями, образовательными организациями. Конечно, благоприятная политическая ситуация. Мы все знаем о дружбе главных руководителей наших стран. Язык обучения английский. Это тоже интересно для тех вузов, которые реализуют обучение на английском языке. И, что самое главное, в Индии очень развитая и большая диаспора выпускников российских и советских вузов, которые нам оказывают большую поддержку, большое количество русскоговорящих индийцев и, соответственно, очень благоприятное отношение к обучению в России. Все это дает нам огромное количество возможностей, поддержку с индийской стороны для проведения мероприятий. К примеру, Олимпиада «Время учиться в России», которую проводят с прошлого года. В прошлом году в этом проекте я была как участник группы в вузах. В этом году наш вуз получил право быть организатором этого проекта. И на собственном опыте скажу, что это небо и земля, когда ты или участвуешь, или отвечаешь за организацию абсолютно всего. Нам удалось внедрить очень много инноваций в проект в этом году. Учитывая те требования и рекомендации, которые нам выдавало Россотрудничество. Прежде всего, в целях расширения целевой аудитории мы не стали замыкаться только на РЦНК. Мы провели большое количество выездных сессий в наши университеты и колледжи, которые являются нашими партнерами. Мы провели большое количество научно-популярных мероприятий. В эту поездку я взяла с собой профессора с кафедры промышленной и медицинской электроники. Он читал лекции по неразрушающему контролю, по АПИО-медицине. Мы проводили мероприятия как для студентов и школьников, так и для преподавателей и научного состава университетов, чтобы привлечь вообще внимание к России, как очень развитой стране в плане науки и образования. Хочу сказать, что данные мероприятия, безусловно, вызвали очень большой интерес. Поэтому он вот этот позитивный, мы считаем, что есть смысл его использовать. Кроме того, в данном проекте, учитывая, что на Индию было выдано всего 20 квот, ТПУ дополнительно рекламировал свои 10 квот преимущественного права, чтобы наше предложение выглядело более привлекательным, конкурентоспособным для участников. Впервые в рамках квоты нам удалось реализовать набор на программу магистратуры ТПУ на английском языке, совместно с госкорпорацией Росатом. Нам удалось пригласить представителей Росатом, чтобы они поддержали, собственно, все эти мероприятия и интерес вообще к промышленности России, в том числе и в области ядерной энергетики. Мы создали специальный сайт для участников Олимпиады в Индии, разработали информационно-рекламные материалы. И что касается материалов по отбору, вот Парит Абдулович очень важную проблему поднял о качестве материалов. У нас этим занимался Центр контроля качества образования ТПУ. Были использованы задания, которые проходили предварительную сертификацию. Очень важно в квотном отборе стратегическое партнерство университета и вообще его видимость и заметность на международном образовательном рынке. Коллеги вчера уже говорили о том, что, к сожалению, Россия не имеет хорошего имиджа экспортера образовательных услуг, что зачастую за рубежом видят не города, а видят какие-то отдельные вузы. И если эти вузы имеют знаковое стратегическое партнерство, это привлекает внимание не только к университету, но и к тем мероприятиям, которые оно проводит. Вот в качестве примера мне хотелось бы привести наше участие в сетевом университете БРИКС. Мы один из 12 вузов России, которые вошли в консорцию. И без сомнения, когда я проводила информационную кампанию об Олимпиаде «Время учиться в России» и «Олимпиаде – твой первый успех», информация о том, что ТПУ вошел в сетевой университет БРИКС, безусловно, нам помогала в этом. Теперь мне бы хотелось пару слов сказать о тех ложках дегтя, которые мы имеем, поднять некоторые проблемные вопросы, которые мы видим для себя. Прежде всего, что касается вообще системы отбора, важная проблема – это сохранность контингента. Казалось бы, есть необходимая нормативная документация, есть процедура отбора, но почему происходит нарушение логистики, и зачастую ты задаешься вопросом, кто же хозяин процесса, почему не доходит информация до абитуриентов, почему ВУЗу приходится самостоятельно выцарапывать визовые указания в МОН, высылать детям, почему ВУЗу приходится копировать направление на обучение и высылать с этим детям, которые ничего не получают из Россотрудничества. Это, конечно, отдельный вопрос. Я пыталась об этом говорить в министерстве. Вывод, который я для себя сделала – спасение утопающих, делала рук самих утопающих. Если ВУЗы не будут активно работать с теми детьми, которые они отобрали по ГОС-линии, велика вероятность, что дети так и не узнают, что их отобрали и до вас не доедут. Поэтому на той стадии, когда вы получаете доступ к конкретным абитуриентам, есть смысл сразу же вступать с ними в переписку, консультировать, объяснять все до малейших подробностей, как обратиться за ВУЗой и как доехать до места обучения. Следующая проблема – это проблема позднего заезда и зачисления иностранных абитуриентов. Мы с вами наверняка помним приказ Миноборнауки, который регламентирует деятельность образовательных учреждений. В частности, в нем есть пункт, который говорит, что ВУЗы имеют право зачислить до 30 октября текущего учебного года. Как быть, если направление Миноборнауки выдают датированный 5 ноябрем? Когда ВУЗ должен зачислять? Может ли он вообще зачислять? Если с одной стороны это студенты распределены к нему, и на них есть направление, а с другой стороны мы ограничены этим приказом Миноборнауки. Но здесь каждый ВУЗ делает свой собственный выбор. Что касается приема ВУЗ и зачисления, важный момент, особенно этот момент касается студентов из Индии. Студенты не всегда могут предоставить оригинал диплома образования в те сроки, которые нам диктуют правила приема. Зачастую студенты из Индии имеют временный диплом об образовании, а основной получают или через полгода, или через год. Как быть в этом случае? К сожалению, нормативная база нам не дает четкого ответа на этот вопрос. У меня есть только письмо главы эксперт-центра 2014 года о том, что да, возможно принимать студентов по временным документам образования, при условии, что будет соответствующий пункт в контракте на обучение. Но, к сожалению, в письме ничего не говорится о студентах, о бюджетной форме обучения. Поэтому с легитимной точки зрения мы не можем принимать на бюджет студентов временным документами об образовании. Согласные образовательные программы. Вот я уже сказала в начале презентации, наконец-то появился комплект документации, который регламентирует и статус студента, и порядок реализации этих программ. Но, к сожалению, до сих пор нет механизмов, которые бы нам сказали четко, каким образом мы можем принимать этих студентов на бюджетные места. Несмотря на то, что есть проект положения в сетевой форме образовательных программ, в котором в пункте 6.2 прописан механизм, положение это не утверждено, поэтому вопрос остается открытым. Преимущественное право приема. Все, что я подчеркнула вчера из выступления Максима Борисовича, свелось у меня к двум проблемным вопросам. Первый вопрос – это несовпадение квот для вузов по распоряжению со страновыми квотами. Например, в Индии по стране дано 20 квот, по распоряжению Р-64 вузам дано 60 квот. Каким образом 60 может оказаться внутри 20? Это, конечно, вопрос для размышления. Что делать вузам сейчас, учитывая, что страновой отбор по Индии закончен 15 апреля? Это отдельный вопрос. Как вузы будут отчитываться перед министерством за выполнение распоряжения Р-64 по Индии? Это третий вопрос. Ну, возможно, мы с вами какое-то решение выработаем. Следующие проблемные моменты – это объемный комплект необходимых документов, за которые, кстати, студентам приходится еще и платить. Одна страница перевода и материального заверения может стоить до 30 долларов. Были случаи, когда студенты говорили мне, что они платили до 1000 долларов за комплект документов, чтобы приехать на бюджетной основе в Россию. Это, безусловно, проблема. Не все могут себе это позволить, особенно в стране, где семья живет на 200 долларов в месяц. Отдельный вопрос – подготовительное отделение. Мы все с вами сталкиваемся с большими проблемами, в том числе в плане приема гостников. Первое, что хотелось бы сказать, то, что распределение профиля под факт в этом году не учитывает рекламные возможности университета. Ну, например, для меня был большой вопрос, почему Томский государственный университет получил квоты на под факт на инженерно-технический профиль. То, что получил Томский политех на инженерно-технический профиль, по-моему, это логично. Почему получил Томский государственный, который является в НУЗом классическим и реализует в основном программы естественно-научного профиля, это очень большой вопрос. Ну, вот Артем Юрьевич отсутствует, но они там в большом замешательстве у нас по этому поводу. Второе – некорректная систематизация профиля. Например, химтехнология, энергосберегающие процессы, материаловедение технологии материалов и многое-многое-многое почему-то попало в естественно-научный профиль. В чем логика мне непонятна? Может быть, коллеги из министерства разбираются в этом лучше. Но в чем для нас проблема? Если в базе у нас для профиля под факт нам не утвердили естественно-научный профиль, а вуз ведет набор, например, на химическую технологию, как Томский политех, то получается, что эти кандидаты на под факт попадут просто в другие вузы России. Отсюда вытекает другая проблема. Это эксперимент в Миноборнауке. Слушатели под факт учатся в одном вузе, на основные образовательные программы приезжают в другой вуз. Зачастую вузы находятся в разных климатических зонах. Это приводит к климатическому стрессу, это приводит к адаптации, к адаптации в социально-культурной совершенно иной среде. В общем, такой эксперимент негативно отражается на здоровье абитуриентов и на их успеваемости. Я уже не буду концентрироваться на том, что до сих пор у нас нет основного комплекта нормативки по подготовительному отделению. С того времени, как были утверждены последние нормативные рекомендации, в 2014 году прошло уже достаточно много времени, под факт развиваются, вузы реализуют программы предмагистерской, предаспирантской подготовки, начинается подготовка на английском языке, на под факт. Конечно, разработка нормативной документации не поспевает за всем этим. И отдельный вопрос, как эти возможности университетов учитывать при квотном отборе? Ведь база RussiaEDU.ru нам не позволяет ни поставить обучение на английском языке, ни уточнить модуль, или это предмагистерская, или предаспирантская подготовка. Отдельный вопрос с проблемой визовой поддержки. Я вчера уже задавала вопрос по пресловутой поправке федеральный закон 115-й, о том, что сейчас перевод на следующий уровень образовательных программ будет допускаться только для студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам. К сожалению, в этой поправке нет ни слова о служителе подготовительного отделения. Поэтому, например, у ФМС Томской области сложилось стойкое понимание, что слушатели-гостники, обучающиеся на подфаке, обязаны выехать и обратно въехать в сентябре. С этим мы, безусловно, будем бороться. Но проблема еще раз состоит в том, что сотрудники, которые пишут нормативную базу, поправки, но, очевидно, не представляют себе гнебаков все то поле работы, с которым имеет дело каждый российский университет. Еще ряд моментов, которые влияют на экспорт образовательных услуг и на привлечение студентов-квотников. Безусловно, когда ты рекламируешь государственные стипендии, рекламируешь свой университет, в первую очередь тебе задают два вопроса. Где и как я буду работать, и где я буду проходить производственную практику? Это как-то опосредованно все-таки влияет на выбор абитуриента, приехать ли ему учиться в Россию по квоте или не приехать. Мы для себя в университете нашли некоторые выходы с положения, мы договариваемся с предприятиями за рубежом и находим места практики для иностранных студентов. Но зачастую иностранный студент, который приезжает на обучение в Россию, имеет далеко идущие планы остаться в России, трудоустроиться и продолжить жить в России. И в этом случае иностранный студент нам говорит, что я не хочу поехать в Индию, а я хочу пройти практику в Томске и остаться жить в Томске и работать здесь. И в этом случае мы сталкиваемся с рядом проблем, особенно если студенты заканчивают обучение в нефтегазовой отрасли, которые являются режимными объектами, или обучаются по программе ядерной физикой и технологии, куда даже для родственных студентов проблема пропасть действительно на какой-то атомный объект. Последний вопрос – это обучение в аспирантуре на английском языке. К сожалению, тут тоже необходимая существенная доработка. Как я уже сказала, законы в образовании разрешают обучение на английском языке, но увага свои требования к получению документов. Так, например, диссертация, автореферация, стенограмма должна быть представлена на русском языке. Получается, что эти расходы должен нести или вуз, или сам студент. Когда доходит до деталей, естественно, многие отказываются идти в аспирантуру по квоте, поскольку это предполагает дополнительные расходы и дополнительную головную боль. Ну и в заключении, как практический кейс, я бы хотела небольшую рекомендацию тем вузам, которые занимаются квотным отбором, с большим количеством изменений, большим объемом необходимых документов, которые нам нужно уготовить. Очень целесообразно разработать у себя в организации регламент по организации квотного отбора. То есть документ, в котором написаны необходимые стадии, сроки, ответственные исполнители, как организуется коммуникация между ними, кто, кому, когда, что будет передавать и зачем. Ну, здесь у меня на двух слайдах только основные моменты, которые мы для себя выделили. Первое – это определение перечень направлений квоты на прием. То, что мы делаем каждую осень. Готовим предложения по квотному отбору. Это происходит также осенью нового года. Определяем профили квоты для приема на подфак. Готовим комплект конкурсной документации. Это происходит или до нового года, или после. Если мы работаем с ФАИВами, например, Росатвом, Росфин-мониторингом, мы готовим отдельный комплект конкурсной документации, чтобы нам предоставили эти квоты. Проводим отборочные мероприятия, готовим досье, заполняем базу, корректируем базу, рассматриваем то досье, которое получаем уже на втором этапе. Обязательно проводим мониторинг, выдача направления на обучение, то, о чем я уже говорила. Проводим мониторинг зачисления, вносим необходимые корректировки в базу. Для тех вузов, которые имеют программы, подлежащие экспортному контролю, мы в обязательном порядке согласовываем с Межведовственной комиссией возможности обучения этих студентов по гослинии. Напомню, что не так давно эта ответственность была передана Министерством, Университетом. Ну и, наконец, длительный период времени мы занимаемся корректировкой направлений на обучение, поскольку наш вуз, в частности, сталкивается ежегодно с огромным количеством ошибок в направлениях. Когда, например, в паспорте у человека 4 имени, а в направлении 3 или 5, или даже одна буква говорит о том, что это совершенно другой человек. Отдельный момент, когда не совпадают имена в объездной виде с именем в направлении. Здесь, опять же, исключительно наша ответственность. Мы должны самостоятельно проверять, сверять с паспортными данными, своевременно обращаться в МОН, писать соответствующие письма и следить, чтобы вся документация по студентам-клотникам действительно у нас была корректной, которую мы вкладываем в личное дело. Ну и последний, завершающий этап, когда мы информируем министерство о том, сколько же все-таки мы студентов получили по факту. Мне очень хочется надеяться, что в этом году количество студентов-клотников будет, если не больше, то хотя бы не меньше, чем в прошлом году. Спасибо. Спасибо, Людмила Николаевна. На мой взгляд, очень серьезные выступления. Главное, столько вопросов подняты. Понятно, почему вы их задавали до этого. Очень много. И на них вообще-то нам все равно придется отвечать, хотим мы этого или нет, поскольку ряд вопросов, они очень болезненные, они решаются каждому организацию себя. Ну а, к сожалению, очень часто у нас звучат призывы. Давайте вот то, давайте все. Мы здесь сидяще говорим. Отлично, мы все будем делать. Вернулись к себе и все забыли дружно. По свои обещания участвовать в группах. Ну, часто так бывает. Спасибо. Вопросы? Неужели вопросов не было? О, есть. Давайте, пошли. Спасибо, действительно, отличная презентация. Много вопросов. У меня сейчас, наверное, даже не вопросов, а маленький комментарий. По одной небольшой части, ну, совсем-таки, следствия, я только что приехал в больницу, если только что-то сейчас видел звездам. Чем-то вопросов вы здесь приехали? Не было. Не было? Я, да, морально. Я, конечно, величине буду в ней. В общем, в ЦРК мы были, там, общались с руководителем. И как раз вот в том слайде вашем, да, где проектность Вьетнама страны, где распределение степени происходит через местное министерство. И вот в Вьетнаме нам коллеги сообщили, что это уже не так. Есть указание из Москвы о том, что всем распределениям будет 20% от Санитарии. Мне, честно, мне кажется, склеить эту новую информацию с министерством организования, как этот и так в Вьетнаме. Вот. Но, в принципе, это не переменяет. В Вьетнаме, как это было, мы не хотим, да, из Пенгриева. И Ажиаев. Но у Москва дает жесткую замок. Бывает, должен был Центр кем-то членов науки, а не естественно. То есть его сотрудничество. Может, разобраться? И... В Москву, но в 20-м числа есть вполне обязанности. Проходить для чего? Это все право и дальше. Спасибо. В общем, вот просто такая вот информация. И, в принципе, судя по дискуссиям, да, и с классом, которые мы видим, как развиваются, может быть, это будет происходить и в каких-то местах. Тоже на вопрос, что у нас не будет. Спасибо. Ну, это Ваше сообщение. Оно, по сути дела, получается, в какой-то мере дополняет то, о чем говорил Хомяков, о принятых решениях, передачи полностью всего, даже то, что было уже сделано, в рост сотрудничества. Пишите письма, восстановывайте и доказывайте. Ну, да. Ладно. Так, есть еще вопросы, комментарии, выступления. Неужели нет? Нет. Чупов, а вы? Мне просто хотелось спросить. Ну, конечно. А, сейчас. 73. 73? Вы все 73 распределили на дальнюю Санбелье. На Санбелье чего не давать? Мы две квоты распределили на ближние, за рубежи 73 на дальнюю. На Санбелье. И теперь все подограды. Ну, самое-то печальное, что мы уже повесили объявление на сайт о преимущественном праве, и мы уже начали сбор документов. А еще более печальная ситуация в том, что ряд кандидатов уже успели потратить деньги или реализовали образовательные документы. И вот, как сказала Фарид Абдулович, как мы теперь будем из этого выкарабкиваться. Это отдельный вопрос. Но мое мнение такое, что сообщество университетов должно, безусловно, лоббировать свои интересы или через ассоциацию глобальной университета или каким-то иным образом. Музыка. 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 Музыка.